И по последней информации, украинские силовики продолжают обстреливать окрестности аэропорта Донецка. Есть ранены среди мирных жителей. В столице самопровозглашенной ДНР работает наш корреспондент Сергей Макаренко. Сейчас он выходит на прямую связь с нашей студией. Сергей, здравствуй. Так, какова сейчас обстановка в Донецке? И что касается самого аэропорта, этот аэропорт по-прежнему находится под контролем ополчения. Сергей Макаренко Это минимум 10 раненых мирных жителей, которые получили вот эти ранения за ночь. И 4 из этих раненых это женщины. Что касается погибших, пока информация уточняется. И вы правильно подметили, что аэропорт до сих пор под полным контролем находится сил ополчения. Новый терминал удерживает подразделение «Спарта» и старый терминал. И также огневую поддержку танковую оказывает подразделение «Сомали». Также в аэропорту сейчас идет ожесточенный бой. И звуки этого боя слышны даже в центре города. Обстрелы, которые проводит украинская армия по мирному населению, сейчас в буквальном смысле хаотичны. Потому что 12 января, напомню, в аэропорту Донецка обрушилась диспетчерская вышка, которая служила силовикам, так сказать, глазами для корректировки артиллерийского огня. Сергей, а вот силы сейчас украинской армии сосредоточены непосредственно в аэропорту Донецка, как ты сказал, что там идет бой. Или это все-таки удары наносятся удаленно? Нет, к сожалению, украинская армия не настолько, так сказать, храбра для того, чтобы идти вот в ближний бой, в штыковой, скажем так. И в основном это работают танки по терминалам и всем конъюнкационным сооружениям аэропорта. И крупнокалиберная ствольная и реактивная артиллерия. Сергей, еще накануне было известно о планах ополчения, о том, чтобы оттеснить на более, скажем, дальнее расстояние украинских силовиков, чтобы обезопасить жителей самого города Донецка. Вот удалось ли это сделать? Ну, на самом деле, констатировать, что удалось уже или не удалось еще оттеснить силовиков на более безопасное расстояние нельзя, потому как в самом аэропорте, который ключевая точка, самая горячая, сейчас на карте Донецка области, это бой еще там и продолжается. Спасибо. На прямой связи со студией был корреспондент Сергей Макаров. Он работает в Донецке, где украинские силовики вновь обстреливают окрестности аэропорта столицы, самопровозглашенной ДНР.